И перед тем как я расскажу вам о скупости богатейших людей на планете, огромная просьба, ребят, подпишитесь на канал и поставьте лайк, ведь этим вы очень сильно мне поможете. Погнали! Считается, что богатые люди живут в роскоши. Однако среди исторических личностей и современных знаменитостей встречаются те, кто обладая большими материальными возможностями, при этом отличается крайней скупостью. Эти люди экономят не только на себе, но и на своих близких, жалея денег даже на покупку самого необходимого. Поехали! Чарли Чаплин Чарли Чаплин был патологическим скупцом, несмотря на то, что зарабатывал около 10 тысяч долларов в неделю, что по тем временам было огромной суммой. Коллеги по цеху, Марлон Брандо и Орсон Уэллс, вспоминали о нем, как о самовлюбленном тиране, жадине и дешевке. Когда Чарли ужинал в компании, никогда не платил за себя, считая, что всегда найдется человек, который оплатит счет. Из-за экономии актера не сложилась и его семейная жизнь с Милред Харрисом. Молодую супругу он привел в дом в Эверли-Хиллзе, который был построен плотниками, возводящими декорации в фильме. Неудивительно, что дом раскачивался во время сильных порывов ветра и трещал по швам, готовый в любую минуту рухнуть. Бедная женщина ушла от актера через два года. Гетти Грин Генриетта Холланд Грин, или «Ведьма Солл-стрит», была гениальной финансисткой 20 века. После смерти она оставила состояние в 100 миллионов долларов, однако прославилась эта женщина вовсе не как одна из самых богатых, а как самая скупая в мире. Согласно книге рекордов Гиннесса, Гетти родилась и выросла в довольно состоятельной семье и не знала нужны с детства, однако в более зрелые годы и ей, и ее семье из-за маниакальной жадности пришлось терпеть все лишения бедняков. Всю жизнь женщина с детьми и супругом скитались по съемным дешевым мобилированным комнатам, без отопления и горячей воды, хотя владела несколькими кварталами в Чикаго. Гетти разогревала овсянку на батарее в офисе, потому что считала пользование плитой слишком дорогим удовольствием. Никогда не мыла руки из-за экономии мыла. Также современники вспоминают, что миллионерша скупала в бокалейной лавке поломанное печенье, потому что оно стоило дешевле, и не упускала случая получить для своей собаки бесплатных костей. Однажды в экипаже она потеряла почтовую марку за 2 цента и искала ее всю ночь. Но самым ужасным проявлением скупости можно назвать отношение Генриетты к родным детям. Ее сыну ампутировали ногу, потому что после того, как он ее сломал, миллионерша не захотела тратить деньги на частных врачей, и 3 дня пыталась пристроить мальчика в бесплатную больницу для бедняков, из-за чего время было упущено. А ее дочь имела врожденный дефект стопы и терпела этот недостаток всю жизнь, ведь мать не давала ей деньги на операцию. Абсурдной стала и смерть Гетти, 82 года. Скрягу хватил удар от того, что кухарка купила слишком дорогое молоко. После ее кончины все накопленное состояние унаследовали отбрыски миллионерши, и большую его часть потратили на благотворительность. Джон Рокфеллер. Именно он стал первым официальным долларовым миллиардером в истории человечества, но скупость сопровождала его на протяжении всей жизни. Этим Рокфеллер обязан родному отцу, который с детства приучал мальчика торговаться до последнего центра. Уже в 7 лет Джон начал подрабатывать, оказывая услуги соседям и откармливая на продажу домашнюю птицу, а с 13 лет давал деньги под проценты друзьям и родственникам. Даже в супруге он выбрал прижимистую женщину, которая разделяла его образ жизни. Они жили в небольшом доме, скромно питались, в основном хлебом и молоком, а также прививали скупость родным детям. Вместе они прожили 60 лет, и только после смерти супруги, Рокфеллер научился носить дорогие костюмы и тратить огромные суммы на благотворительность, науку и медицину. На этом все, ребят. Я надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, этим вы очень мне поможете. И сами будете смотреть интересные ролики, развиваться и быть осведомленными. Удачи вам и счастья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok